Израиль и боевики Хамас близки к соглашению о перемирии в секторе газа. Об этом сообщает американская газета Вашингтон-Пост. Перемирие может продлиться 4-5 дней. Хамас якобы в обмен на паузу обещает отпустить десятки заложников. США заявляют, что сделка еще не достигнута. Ну а в России тем временем власти запрещают митинги родственников, мобилизованных на войну против Украины российских солдат. Их жены требуют вернуть мужей с фронта, не требуя при этом окончания войны. Но власти все равно собираться на улицах им не разрешают, ссылаясь на коронавирус. Эти и другие новости в течение ближайшего часа. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Сегодня понедельник, 20 ноября. И с главными новостями к этому утру вас познакомлю я. Меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Напоминаю вам, что если вы смотрите нас в фейсбуке или на ютуб-канале «Настоящее время», то на наш ютуб-канал можно подписаться или поставить лайк этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей. Начинаем с кадров из сектора газа, который публикует ЦАХАЛ. В секторе газа продолжается наземная операция израильских военных. Солдаты утверждают, что нашли 55-метровый туннель боевиков Хамас под больницей Альшифа. Напомню вам, что это крупнейшая больница сектора газа, под которой, как ранее заявлял ЦАХАЛ, находились командные пункты боевиков Хамас. Хамас признан в ЕС и США террористической организацией. Видео изнутри туннеля ЦАХАЛ опубликовал в воскресенье, 19 ноября. 55 метров – это лишь один участок туннелей Хамас. Вот этот туннель находится на глубине 10 метров и заканчивается бронированной дверью с отверстием для стрельбы. Как заявил представитель ЦАХАЛ Даниэл Хагари, кроме больницы Альшифа подобные туннели израильские военные обнаружили под больницей Арантиси и больницей Алькутс. Также Хагари вчера показал кадры, которые доказывают, что в больнице Альшифа боевики Хамас держали заложников, взятых в плен в первый день нападения Хамас на Израиль 7 октября. Это кадры с камер видеонаблюдения в самой больнице. Дата съемки видна в том числе в левом верхнем углу. И, по словам Хагари, на кадрах видно, как боевики Хамас одного из заложников загоняют в больницу, другого везут на каталке. Еще одну заложницу, 19-летнюю Ноа Амарчяна, как утверждает Хагари, боевики на территории больницы убили. И вот как эти опубликованные кадры Хагари комментирует. Здесь вы можете увидеть, как Хамас берет заложника. Он не выглядит нуждающимся в лечении, но его заводят в больницу. Сейчас я покажу кадры, на которых видно, как тот же заложник входит в больницу вместе с вооруженным человеком, террористами внутри больницы. Это главный вход в больницу. Боевики берут еще одного заложника из тех стран, которые я упомянул. Непал и Таиланд. Террористы охраняют комнату. Мы пока что еще не нашли этих заложников и не спасли их. Мы их не обнаружили. Сейчас мы не знаем, где они. Есть еще заложники, которых нам нужно спасти. Согласно сведениям, которые у нас есть, конкретные данные нашей разведки, террористы Хамас отвезли Наа в больницу Шифа, где она была быстро убита. Хамас убил Наа в больнице Шифа. Хамас убил Науа в больнице Шифа. Напомню, операцию в больнице Аль Шифа израильская армия начала около недели назад и уже опубликовала кадры с обнаруженными в больнице с хронами оружия. При этом во Всемирной организации здравоохранения вчера заявили, что в больнице Аль Шифа до сих пор остаются около 300 тяжелобольных пациентов, в том числе около 30 недоношенных детей. При этом в воскресенье американская газета Washington Post сообщила, что Израиль и Хамас достигли предварительной договоренности о перемирии в секторе газа. По данным газеты, эта договоренность была достигнута при посредничестве США. Пауза в боевых действиях должна продлиться пять дней, а Хамас должен освободить десятки заложников. По данным Washington Post, между странами составлен шестистраничный документ, который подразумевает, что освобождение заложников начнется в ближайшие дни. Первые пятьдесят или больше заложников будут отпускать небольшими группами каждые 24 часа. Соблюдение перемирия будет, я процитирую статью, контролироваться с воздуха. При этом пауза в боевых действиях позволит существенно увеличить количество завозимых в сектор газу гуманитарной помощи, в том числе топлива. Кроме Washington Post, о такой предварительной договоренности сообщал и американский телеканал CNN. CNN также отмечает, что соглашение тоже не подписано. Однако участники переговоров из разных стран, в том числе из администрации Байдена, выражают сдержанный оптимизм. Это данные CNN. Египетские СМИ со ссылкой на источник в Хамас сообщили, что режим прекращения огня может наступить сегодня, 20 ноября, в 11 часов утра. Подтверждений этой информации нет. Израильский телеканал КАН-11 со ссылкой на израильский источник сообщал, что договоренностей насчет прекращения огня нет. Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявлял, что власти страны никак не собираются комментировать ни один аспект ситуации с заложниками. А вот пресс-секретарь Национального совета по безопасности при президенте США Эдриэн Уотсон заявила, что сделка о перемирии между Израилем и Хамас еще не достигнута, но, я также процитирую, мы усердно работаем, чтобы ее обеспечить. Конец цитаты. Журналисты Вашингтон-Пост позже внесли правки в свой первоначальный материал, и теперь издание сообщает, что США близки к соглашению с Израилем и Хамас. Сейчас в нашем эфире Алекс Кагальский, офицер полиции Израиля в отставке, эксперт по безопасности. Алекс, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы можете прокомментировать эти сообщения Вашингтон-Пост о перемирии Израиля и Хамас, ну вот якобы это соглашение при посредничестве США достигнуто. Египетские СМИ сообщают, что оно может наступить сегодня. Я бы не стал называть это перемирием. Если это произойдет, это будет временное прекращение огня. С нашей стороны, с целью освобождения заложников или хотя бы части заложников. Есть, кажется, у нас проблемы со связью с Алексом Кагальским. Сейчас попробуем в течение коротких мгновений эту связь восстановить. Но, собственно, никак нашим, видимо, техникам не удается решить эту проблему. Кажется, все-таки проблемы со скайпом на нашей стране. Но вот сейчас, собственно, пытаемся восстановить эту связь с Алексом Кагальским. Напоминаю вам, что, собственно, с ним я пытался обсудить возможное перемирие между Израилем и Хамас, о заключении которого, о предварительных договоренностях, о котором сообщают ряд СМИ. Причем вот сообщение, интересно, что приходит и из Соединенных Штатов, и из Египта. Это, якобы, это соглашение о перемирии может быть достигнуто при посредничестве США. Алекс Кагальский снова с нами. Алексей, продолжайте. Еще раз, это не перемирие, а временное прекращение огня с целью освободить часть заложников, максимальное возможное количество заложников. И для Хамаса это передышка, конечно, необходима для перегруппировки и для подготовки к следующим действиям. Но если это произойдет, это та цена, которую мы готовы заплатить за то, чтобы вернуть наших людей домой. И мы уже, вот у вас в эфире были кадры из брифинга нашего пресс-секретаря армии обороны Израиля Даниэля Агари, бригадного генерала Даниэля Агари, о том, как больницы Шифа содержали заложников, как там была наша девушка, 19-летие Новом Аркеану, была ранена легко во время обстрела, была доставлена в больницу и там убита террористами. Поэтому жизнь наших заложников, их возвращение, это самая главная цель. Будем надеяться, что эта сделка состоится. Пока что все на уровне слухов. Мы внимательно следим за этим. Есть индикация у нас в Израиле, если собирается кабинет срочно, значит, это первый признак того, что, возможно, что-то приближается. Мы ждем с нетерпением возвращения наших людей домой. А вы можете описать, как это может происходить? Ну, то есть, это действительно может быть перемирие на дни, на несколько дней? Да, очевидно, механизм, который гарантирует ХАМАС, что террористическая организация ХАМАС, что это прекращение огня будет продолжаться, это то, что они будут выдавать, еще раз, если это состоится, они будут выдавать нам людей группами и каждый день по какой-то группе для того, чтобы протянуть время как можно больше. Естественно, что это все будет под контролем армии, с воздуха, с земли. Но, как точно, мы все узнаем, когда это будет происходить. И самое главное, чтобы люди вернулись домой. То есть, схема, условно, сколько-то людей в обмен на каждый день тишины, так? Ну, условно, можно сказать, что так, да. Ну, вот при этом, насколько я понимаю, сам ХАМАС этой ночью, в том числе, обстреливал Израиль. Несмотря на вот эту масштабную операцию ЦАХАЛ в секторе газа, как, возможно, что, собственно, продолжает ХАМАС иметь некие возможности для этих ракетных ударов? Сейчас, наверное, не стоит углубляться, это займется у нас много времени. Но, если вкратце, то у ХАМАСа есть схроны с дистанционным управлением, схроны, где есть уже установки с ракетами. То есть, там не обязательно должны быть люди рядом, бойцы их, боевики рядом. Они могут приводить в действие с расстояния. И, ну, сама по себе карта апрелов показывает, что у них серьезные боеприпады на исходе, не сравнить тем, что было в начале этой войны. И с количеством, и с дальностью нельзя сравнить. И поэтому это, ну, такой вид агонии, скажем так. Вот сейчас показываете туннели, туннели под больницей. Сейчас нашли туннель с пулеметным гнездом, с выходом из больницы под землей. В общем, они не гнушаются ничем. Эти террористы ХАМАСа, они убивают пленных. Они в больнице содержат боеприпасы, оружие и боевиков. Они на калетах скорой помощи перевозят боевиков. Ну вот, а можно ли какие-то предварительные итоги подводить, собственно, той наземной операцией, которая идет в секторе ГАЗа? Сейчас понятно, сколько боевиков ХАМАС уже убит. Сколько еще активно? Где они находятся? Это наверняка понятно нашему руководству, командованию армии обороны Израиля. Пока нам эти цифры неизвестны. Подводить итоги, конечно, рано. Никаких итогов даже предварительных, рубежных сейчас нельзя озвучить. Озвучить, потому что город взят в Кольцо, там город ГАЗа, как мы знаем, это самое густонаселенное, одно из самых густонаселенных мест на Земле. И ведутся поиски туннелей. Туннели, как мы знаем, есть трех видов. Есть штабные, есть оперативные и есть склады. И ведутся поиски туннелей, уничтожения туннелей. Причем сейчас используется технология отличная от того, что было раньше. То есть, если раньше только закрывали вход, то сейчас обрушивают туннель максимально возможно для того, чтобы его нельзя было восстановить. И перемещение, мы знаем, большого количества людей на юг сектора ГАЗа. Более свободную часть, менее заселенную часть, это южная часть, граница с Египтом. И туда еще наши войска должны дойти и провести, довести там операцию до конца. Поэтому говорить о каких-то итогах рано. Об итогах можно будет говорить, когда, например, прекратятся обстрелы. Это будет говорить о том, что у Хамаса иссякли силы. Ну, а то есть окончание вот этой операции, это буквально дойти до границы с Египтом. Израильские войны должны прочесать весь сектор ГАЗа с севера, получается, на юг. Знаете, это очень похоже на раковую. Ее нельзя удалять частями, надо удалить полностью. И еще провести потом лечение. Здесь очень похоже. То есть раковая опухоль террористической организации Хамаса. Надо из сектора ГАЗа удалить и потом еще, конечно, провести мероприятие, для того, чтобы оно не восстановило. Ну, а как вот в данном случае, если будет перемирие, как это будет дальше продолжаться? Прекращение огня. Ну, само по себе, это потом очевидно возобновление. Это не перемирие, это временный перерыв с гуманитарными целями. Ну, будем наблюдать в итоге, как все это будет выглядеть. Алекс, спасибо вам огромное за пояснение и за очень важные поправки, на самом деле. Хорошего дня, мирного неба. Алекс Кагальский, офицер полиции Израиля в отставке, эксперт по безопасности в эфире настоящего времени. Теперь двигаемся дальше и поговорим о другой войне, войне России против Украины. Российские военные продолжают атаковать Авдеевку в Донецкой области. По данным украинского генштаба, за минувшие сутки российская артиллерия обстреляла город более 800 раз. А вот по данным украинского проекта Дипстейт, российским военным удалось прорвать оборону ВСУ в промзоне Авдеевки со стороны оккупированной Ясиноватой на юго-востоке от Авдеевки. Вообще, активные штурмы Авдеевки российская армия ведет уже 6 недель. В частности, Авдеевку атакуют северо-востока, там находится Авдеевский коксохимический завод. В Министерстве обороны Великобритании считают, что в последние дни российской армии удалось приблизиться к заводу, и если армии России удастся захватить этот промышленный объект, то, как сообщают британские военные, это усложнит снабжение ВСУ в самой Авдеевке. При этом британская газета «Гардиан» со ссылкой на западных чиновников пишет, что в боях под Авдеевкой российская армия теряет от 500 до 1000 человек в день. Однако, как говорят ВСУ, активность российской армии на этом участке фронта никак, собственно, на эту активность большие потери не влияют. «Окупанти не полишают спробу оточити Авдеевку, зазнають значних втрат, але продовжує поповнювати обескровлені штурмові підрозділи. Якщо приблизно охарактеризувати тактику застосування своїх підлеглих генералитетом російським, то це «візьми позицію або помри». Ну, якось так. Тому росте кількість дезертирів і ворог, офіцери, командування, змушені застосовувати як загороджувальні загони, так і фізичну силу, і, ну, інколи навіть розстріли своїх підлеглих. В українському генштабі заявляють, що в боях під Авдеєвкою Россія потеряла вже около 10 тисяч воєнних. А российське командовання количество потерь в районі Авдеєвки, як і в цілому, на фронте не называють. В последнім сообщенні Миноборони Росії говорилось об уничтоженні пункту управління 110-й механізованной бригады ВСУ. О том, що происходит на фронте під Авдеєвкою, ми сейчас поговоримо з українським експертом, експертом Украинського інститута будущего Іван Ступак, присоединяйся к нашому ефиру. Іван, здравствуйте. Да, здравствуйте, студія, спасибо, що приносили. Що происходит під Авдеєвкою в действительности? І, собственно, дійсно, ли российські военні сейчас близки і подходять к, собственно, Авдеєвському заводу? Ну, в принципі сказали, що штурми продолжаються, місні штурми продолжаються. Що тако місній штурм? Це волна за волною. Це небольші групи российських военних, які відправляються в сторону наших позиций. Їх основна задача какая? Пройти максимально близко, виявити наші скрыті позиції, щоб російські безпілотники відбували, зафіксували. І потім по цим точкам стріляє артилляє, прилетають минометки. Тобто йде огнівове пораження. А що потім буде з цими российськими военними, нікого не інтересує. Тобто вони свою задачу виконали. Ну, ще б, звісно, в плюсе, щоб зайти в наші позиції, кого-то убити. Але якщо вони будуть унічтожені, на підході, то нічого страшного, буде ще. І вот так вот, волны за волнами, по 5-8-10 чоловік РФ пітається продвігатися. Ну, дійсно, місто, в тяжелому положенні. Верніє, то, що від нього залишалося. Там залишалося буквально 7-8 км до того, щоб закрити кольцо вокруг Авдеївки. Ну, це видно, можна відкрити карту Діпстейт, єдинний такий доступний, відкритий, верифіційний источник інформації. Тобто, РФ планирує взяти. Якія цель? Политічна. В першу чергу, политічна. Да, там много говорится о том, що потрібно віддвинуть українські війска от міста Донецка. Посмотрите на міста Донецка. Він чистий, він не обстрілян. Коли кажуть, що 8 років бомбили його, ніхто його не бомбив. Самая головна задача – це політична. Вибори президента Путина стартують в декабрі. Нужно щось показати, і це буде дійсно більшим підспортом для проведення всі президентської кампании. Да, це, собственно, щас распространена трактовка. Но вот я вас ще хотів спросити про этот Авдеївський коксимический завод. Почему він важен? Почему ця позиція важна для российських военних? Собственно, що це за об'єкт? Смотрите, це огромний, ну, советський все, советський об'єкт. Много запутанних коридорів, запутанних построек. То есть це гектар. Це не просто вот какой-то маленький локац. Це гектар, можливо, даже десятки гектар території, застроені разными там постройками, металлическими, бетонными. І вот проходить їх невероятно сложно. Це дуже похоже на завод Сталь, завод Ільича в Мариуполі, коли російські военні пытались його брати, а наші західники ще довго могли там прятатися, выходити по ночам з заводу, робити вилазки. То есть це больша головна боль для російської армии. Поэтому взятие этого объекта буде считати, що все, вот тепер вже осталось совсем нічого пройти. То есть це больша така плотина, которую нужно снести на пути к городу. То есть там тоже є подземні некі, собственно, поміщення, в котрих, можливо, люди можуть прятатися? Да, це условно, можна сравнити, условно. Це брестська крепа, де дуже тяжело уничтожить з воздуха. Да, бомбардировки происходять, кидають фаби, артиллерії, но поскольку постройка такая очень старая, такая монументальна, багато ходів, багато выходів, просто уничтожити наш гарнизон невероятно сложный. Поэтому придется делать зачистку, а зачистка – це огромні потери в живій силі, які будуть проходити. Техніку туда толком не загнать. Ну вот сейчас, мне кажется, ряд военных экспертов пишут, что во второй половине ноября российское командование, собственно, штурмовые действия інтенсифицировало по ряду участков, ну вот тем самым создавая визуализацию некого большого наступления по линии фронта. Вы можете объяснить, о чем речь? Смотрите, есть там активизация, например, Купинск-Лиман, да, это вот северная часть, это в сторону Харьковской области, там тоже зафиксированы такие всплески активности, но нужно прямо сказать, что всплески, ну вернее, активность есть везде. Нельзя сказать, что если о каком-то населенном пункте нет сообщений в средствах массовой информации, то там все спокойно, украинские военные лежат, курят бамбук, смотрят сериалы. Везде идут боевые действия. Где-то они намного больше, и вот этот намного больше перекрывает все остальные участки. То есть, возможно, как один из вариантов, как цель вот этой активизации заставить украинской команды снимать свои резервы с Херсонской области, Херсонского направления, Запорожского направления, для того, чтобы остановить наше продвижение там. Вот, в принципе, это единственный логик, который я могу увидеть. При этом, ну вот, в выходные было очень много новостей, например, об обстреле Херсона. Вы понимаете, собственно, какие-то военные цели ставят себя российские военные, например, когда Херсон обстрелил? Никаких, абсолютно. Еще раз, смотрите, каждый обстрел, который происходит, это не потому, что я из Украины, я пытаюсь как-то вот обелить, да, что там никакого военного значения не было. Вот вы можете видеть все эти видеокадры, фото, видеоматериалы, первые же минуты обстрелов, там нет ни одного военного объекта, нет ни одной вторичной детонации, когда прилет снаряда, и можно сказать, что, ой, там находился, например, склад украинский боеприпас. Этого нету. То есть, всегда в ленте новостей пострадали дети, пострадали пенсионеры, пострадали просто жители Херсона, в супермаркет прилетело, на рынок прилетело. Какие военные объекты на рынке? Там что, грады стоят, смерчи, ураганы. То есть, это просто террористическая атака, просто. Если говорить о действиях украинской армии, сейчас, вот, в частности, в контексте войны Израиля и Хамас, войны на другом конце планеты, фактически, что происходит в украинской армии с боеприпасами, со снаряжением и так далее? Ну, конечно, мы видим уже оценку нашего политического руководства, что снарядов много нет. Много не бывает их вообще, но у нас их тоже много нет. Есть проблемы, к сожалению, есть проблемы, но я вам скажу больше, что, вот, если открыть статистику поврежденно уничтоженной техники Российской Федерации, за этот месяц, вот, например, я брал себе три дня, 5-6 ноября и вот 13 ноября, то я вам скажу так, 5-6 ноября 50-56% уничтоженной тире поврежденной российской техники было произведено с использованием FPV-дронов, то есть, не артиллерия, не миномет, а именно FPV-дронов, 56%, то есть, это за вот эти дни, а за 13 ноября, это для меня просто такой показатель из всей техники, которая была уничтожена, повреждена, российская, 86% с использованием FPV-дронов, то есть, мы можем говорить о том, что если Украина сумеет наладить производство FPV-дронов, то мы сможем компенсировать нехватку боеприпасов, которые производятся вот натовскими странами, странами НАТО, западными союзниками, потому что цена одного вот этого боржейшего боеприпаса, ну, FPV-дрона, 800 долларов, вот 800 долларов, он несет 2-3 килограмма взрывчатки, достаточно, чтобы повредить или уничтожить танк, то есть, это очень грозное оружие. Ну, то есть, это фактически такие очень точечные атаки, которые происходят на линии фронта параллельно, собственно, с артиллерийскими, например? Конечно, конечно, абсолютно верно, то есть, те кассетные боеприпасы, которые были поставлены Украине от Соединенных Штатов, да, это для уничтожения пехоты, когда она идет в штурме, это действительно невероятно. Один снаряд, и он накрывает полтора футбольных поля, все, там больше никто не пищит, не крякает, не мяукает, вообще ничего нету, там в воздухе находится немного, но когда он прилетает, то техника выводится из строя. Ну, еще плюс дроны, которые сбрасывают за их припасы. То есть, этим мы можем компенсировать нехватку стандартных снарядов натовского образца. Иван, у меня последний вопрос по поводу Авдеевки. Много раз говорили об Ахмуте, но вот сейчас, если говорить про Авдеевку, собственно, несмотря на огромные потери российской армии, она там продолжает продвижение, возможно ли Авдеевку сохранить? Ну, мы хотим в это верить, но давайте будем реалистами, мы видим, какая ситуация. Если такие мясные штурмы продолжатся, например, еще 2-3 месяца, то очень велика вероятность, к сожалению, что придется город оставить. Но каждый день, вы правильно вот в подводке обозначали, что это там от 600-1000 российских жизней, которые просто отданы за эту локацию. От города уже ничего не осталось. Его, возможно, даже восстанавливать не будут, как, в принципе, все остальные другие населенные пункты, которые захватила Россия во время этой войны. Иван, спасибо огромное. Спасибо. Иван Ступак, эксперт Украинского института будущего. Мы пытались обсудить, что происходит на фронте, на Донбассе, конкретно в Авдеевке. Ну и на фоне всех новостей на фронте в Украине, в том числе на фронте, все чаще обсуждают целесообразность и возможность мирных переговоров. Солдаты отчасти устали. За полтора года полномасштабной войны людей в СССР только набирают, но при этом не демобилизуют. При этом военные видят, что жизнь в тылу налаживается. О том, возможен ли мир или хотя бы приостановка огня у украинских военных, спросил наш корреспондент Борис Сачалко. Яков записывает координаты очередной цели, а таких, как Яков, говорят, высокомотивированный солдат. Мотивацию добавляет история его рода. Дедушку раскулачили и отправили в Сибирь. Идеальные шансы. Наши деды не смогли с этим коротаться, чтобы нагнуть их отцепи, которые постоянно, спокойно, давили наш народ. А у меня есть этот шанс. Яков с расчетом удерживает позиции на кримином направлении удерживают благодаря трофейной пушке. Еї звали Лариска. Гармату? Гармату звали Лариска, да. Нам дуже боляче це читати, тому ми її переименували на свій манір більш такий. Як назвали? Бренді Лав. Бренді Лав? Я не знал. Я не знаю, чого. Все ясно. Знаю задачу. Вона просто 89-го року виготовлення, на розжене, так би мовити. А що це? Так. просто, вот этот сюжет вырежем. Це, подчиняєте, це, а другой, правда? Не. Не. Я не знаю, хто... Це якось портузерка. Собся, я взагаліну з розмішника пройділа, так шо, це порно актрис. С цього направління периодички появляється в сводках от украинського генерального штаба. Украинські военні розповіють, противник активізується, як тільки проводять ротацію. Вони починають обстрілювати, починають витрачати бика. Вони вже стають не такими, дерзкими. Дуже багато окопів нарито, бліндажів, точок оборони. По крайній мере, то, що москалі вміють, так це вони вміють копати. Копають, вміють, і стільки-стільки, як вони накопали, це можна пішки проходити, от криміною, сюди, прямо в окопі. Це дуже нам перескоджає, таких вразити. В цій місності російським войскам допомагає і природа. Много лісов. Вони потихеньку по лісах стягують сили, будують укріплення, окопи, бліндажі, там закріпляються. І потім звідти стараються зробити вилазки. Постріл! Почти за два роки до полномасштабної війни бригада саме гарячі участки фронта. Воєнну і не скриває, усталость є, але у кожного свій аргумент, як з нею справляться. У мене дочка маленька, півтора року. Жінка. Дуже важко, бо ти не поруч, хочеться, ти пропускаєш ці всі моменти. В тому, напевно, зараз, я думаю, є найбільше питання і проблема не тільки на загальному, що люди не знають, скільки їм служити. Постріл! Я питаю це у багатьох батьків, тобто татусів, ви б хотіли, щоб ваші сини воювали? Ну, я чогось сюди і прийшов, щоб вони не воювали. Це треба закінчувати вже, якби, на нашому поколінні. Якщо передавати це наступним дітям, то це вже буде зовсім край. Такого не потрібно робити. На фронті зараз обговорюють, а як далі? Тут багато розговорів о тилі, який став менше вспомінати о війні. Спорять, буде ли продвіження, а якщо ні, коли вже додому? Зараз багато говорять про можливі мирні переговори. Як ви думаєте, реально помиритися? Тоже таке двояке відчуття, бо, ну, якщо добре переговори, а чим вони закінчуються, ну, теж. А якщо вони закінчуються, умовно, там, зоною АТО, то питання, для чого це все було. З такими, як вони договарюються, я вважаю, що вони тільки путем через пушку, то саме лучший договор. У нас є такий вислів, є воля або смерть. І ось, якщо занадто великою кров'ю буде даватися вся ситуація, то, на жаль, переговори будуть кращим варіантом. Не можна нам довести все, як кажуть, щоб війна йшла до останнього українця. Ні, так не можна, я вважаю. Але, в принципі, зараз така ситуація, що до цих мирних поговорів, якщо позже мені. Збойстрим! Борисовчалка, Сергій Декун і Андрій Устинкин. Настоящее время. Україна. І так, це программа «Утро» на каналі «Настоящее время». 9.32 часу в Києві, 10.32 в Москві. І в середньому программу я вновь хочу попросити вас поставити лайк під наші трансляцією. Якщо ви дивите нас в Ютубі чи фейсбукі, це добавить нам зрителей. А зараз ко мене присоединяється Анна Бравко, щоб познакомити вас з іншими новостями цього утра. Ань, тебе слово, які сьогодні у тебе новини? Леша, привет! В Україну вернулся подросток, которого Россия незаконно вывезла з оккупированного Мариуполя. Речі о Богдані Ермохіне. Як пишет BBC Україна, после 24 февраля він оказався в групі дітей, яких російські военні депортировали з Мариуполя сначала в Донецьк, а позже в Подмоскові. Там 17-летнєго Богдана отправили в нову сем'ю. Широкою ім'я парню стало известно после того, як його вызвали в подмосковний военкомат. Явиться туда он должен был в декабре вскоре после своего совершеннолетия. Тогда адвокаты Богдана и он сам публично обратились к президенту Украины с просьбой помочь в его возвращении, потому что предыдущие самостоятельные попытки подростка вернуться домой не были успешными. В частности, в марте 23-го года он пытался убежать из России в Украину, но его на границе остановили российские соловіки. Об этом сообщала полномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд. Тогда Львова-Белова говорила, что Ермохина угрозами и манипуляциями пытались выманить на территории Украины. Адвокат парня напротив утверждает, давила и запугивала именно российская сторона. В воскресенье, в свой 18-й день рождения при посредничестве ЮНИСЕФ и Катара Богдан Ермохин вернулся в Украину. Видео с ним в своем телеграм-канале выложил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и президент Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогал в этом процессе. Я хочу поддякувати каждому и каждому, чья небайдужность и эффективность помогает нам повертать в Украину детей, которые были выкрадены из окупированной территории. Сегодня нам удалось повернуть в Украину Богдана Ермохина, парень, который был вывезен из Марьёполя в Россию. Большая была попытка ему помогать. Я рад, что все работает. Спасибо всей команде, которая работает над повернением украинских детей. А в России судью Василия Островского суда Оксана Демешеву, которая вынесла приговор питерской художницы Саши Скочеленко, предложили повысить в должности. Как обратил внимание политик Лев Шлозберг, соответствующая рекомендация поступила от квалификационной коллегии судей Петербурга 17 ноября, то есть на следующий день после приговора Скочеленко. Демешеву рекомендовали назначить на должность зампредседателя Калининского районного суда Петербурга. Напомню, что весной прошлого года Скочеленко заклеила ценники в одном из петербургских супермаркетов стикерами с антивоенными высказываниями, за что девушку приговорили к 7 годам колонии общего режима по статье о фейках по отношению российской армии. Адвокаты Саши Скочеленко готовят апелляцию на судебное решение. Йеменские хуситы заявили, что захватили в Красном море якобы израильское грузовое судно Galaxy Leader с 25 членами экипажа на борту. Об этом сосылка на израильские источники сообщает издание Al Arabiya. Армия обороны Израиля подтвердила похищение судна, но заявила, что оно не является израильским. Судно шло из Турции в Индию с международным гражданским экипажем украинцами, болгарами, филиппинцами и мексиканцами, но без израильтян. Как пишет Al Arabiya, Galaxy Leader зарегистрирована на британскую компанию, которая частично продавала японская компания. В Японии уже осудили захват Galaxy Leader и заявили, что работают над освобождением самого судна и членов экипажа, пишет русская служба BBC. В офисе премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху обвинили в инциденте Иран. Но я добавлю, что в воскресенье утром хуситы заявили, что будут топить все связанные с Израилем корабли в качестве ответа на операцию Цахал в секторе Газа. На выборах президента Аргентины победил эпатажный кандидат-экономист либертарианец Хавьер Милей. Он считается ультраправым. После победы Милей обратился к сторонникам, пообещав вывести страну из кризиса. Сегодня начинается восстановление Аргентины, цитируют его слова Buenos Aires Times. С победой его уже поздравил 45-й президент США Дональд Трамп и заявил, что новый президент сделает Аргентину снова великой. Милей требует не вступать в БРИКС, порвать отношения с коммунистическими. Это была цитата России и Гитаем. Отменить национальную валюту, упразднить Центробанк и перейти на доллары США. Милей официально займет пост президента Аргентины 10 декабря. Посмотрите, как он отреагировал на результаты голосования. И вот сегодня у нас уже были новости про Авдеевку, но у меня есть еще одна. Оттуда украинским полицейским вместе с волонтерами удалось эвакуировать двух лошадей. Как сообщает в полиции, Донецкой области кони сбежали с фермы в Ласточкином, которую российские военные разбили этой весной. Тогда там погибли около 300 разных животных. Часть выживших удалось эвакуировать, но эта пара испугавшись взрывов убежала за полгода одичала и к людям подходить боялась. И чтобы спасти коней, полонтеры привезли еще одну лошадь, за которой беглецы начали идти следом. Так, в общем-то, их и удалось эвакуировать. И в конце моего выпуска космические новости. SpaceX во второй раз запустила космический сверхтяжелый корабль Starship, с помощью крупнейшей в истории ракеты-носителя Super Heavy. Но недалеко. В субботу не все пошло по плану. Ожидалось, что корабль совершит оборот вокруг Земли, после чего упадет в Тихом океане в районе Гавайских островов. Вначале все двигатели отработали по плану, ступень отсоединилась, но на Землю не вернулась, а взорвалась. Ну а через три минуты взорвался и сам Starship. Сработала функция самоуничтожения. Тем не менее, глава SpaceX Илон Маск назвал испытание огромным успехом, потому что первый запуск, первый тест Starship в апреле этого года завершился взрывом корабля на третьей минуте полета. Сейчас корабль продержался в три раза дольше, около девяти минут. Вот это, получается, называют учиться на ошибках, Леш. Ну, Аня, выходит, что так. Вообще, интересно, что на эти взрывы как будто бы никто не обращает внимания. Кстати, NASA выделила SpaceX почти три миллиарда долларов на разработку корабля, который способен доставить экипаж на волну. Ну и интересно, собственно, какая доля вот этой суммы приходится на неудачные запуски, но, наверное, мы этого не узнаем. Аня, спасибо огромное на Боровко с новостями этого утра. Переходим к новостям из России. В России в эти выходные должны были состояться митинги жены российских мобилизованных солдат. Эти митинги анонсировали родственники российских военных в нескольких городах Сибири, в частности, в Новосибирске и Красноярске, но в обоих городах власти эти митинги согласовывать отказались. Но какие-то акции в воскресенье все же прошли. Как именно, знает наш экспонент Дмитрий Кожурин. Мит, здравствуй. Если я правильно понимаю, некое подобие митинга было все-таки в Новосибирске. Расскажи, собственно, что это было и чего требуют родственники российских мобилизованных солдат. Леша, привет. Да, действительно, пожалуй, именно формулировка подобия митинга наиболее точно передает все происходившее. Власти Новосибирска, так же, как и в ситуации с другими российскими городами, митинг также официально отменили. И, по их мнению, он мог нарушить принцип законности. Однако вместо этого решили внезапно достаточно провести мероприятие в закрытом помещении. Туда, отмечу, по разным данным набилось от 30 до 50 человек. Причем тоже важно говориться, что, по информации местных независимых, СМИ большую часть людей там составили силовики и чиновники, а не жены и матери мобилизованных. Внутрь допустили только двух представителей российских федеральных СМИ, тем не менее, удалось поговорить с некоторыми участницами данного мероприятия. Так, в частности, одна из женщин, которая является женой мобилизованных, говорит о том, что ее муж на данный момент находится в отпуске по ранению, и она также называет это в определенной степени удачей по ее словам. Давайте послушаем, что еще сказала женщина. Ну, в данный момент он у меня по ранению в отпуске. С ранением вышел. Нам еще повезло, когда их выпускали. Да, сейчас вот получается и шесть человек ушли, пятеро с ранением, один попавший в власти. Офицер, он и мой офицер. Возможно, наши власти все-таки полояльнее, может, как-то пошли с людям на встречу. Потому что вообще никто нигде ничего не слышит. Мы уже сколько писали и Минобороны, и везде. Просто тишина. Наша цель, как минимум, ротацию сделайте, чтобы приняли дополнительные законы по увольнению ребят, у которых есть родители. Ну, то есть по определенным причинам расширили, расширили, чтобы список законов. Потому что в данный момент законов нет. То есть, повторюсь, по словам участницы данного мероприятия, главная, основная задача это, чтобы стала происходить ротация среди мобилизованных. А этого, напомню, по словам главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, в России по-прежнему не происходит. И служить солдаты будут, это его, опять же таки, формулировка, до окончания так называемой СВО. В Москве акция с участием жены и матери мобилизованных должна была пройти на следующих выходных. Однако, власти российской столицы объяснили, что данное мероприятие не состоится по той причине, что в Москве вроде как до сих пор действует введенная еще в 2020 году противо-ковидные меры. Вот таким вот образом коронавирус в очередной раз врывается в российскую действительность. По той же причине был запрещен митинг в Красноярске, там акция была намечена на 19 ноября. Родные военных сообщили редакции Сибирь реалии, что им также прислали уведомление об ответственности за участие в несогласованных акциях и вообще пригрозили административными делами. Поэтому, что касается акций родственниц мобилизованных, вот что происходило и не происходило в России на этих выходных. Леша? Митя, я только уточню один момент, если еще раз обозначать, сколько людей вообще пытаются такие миссинги провести? Это десятки человек, сотни? Ну, вот если брать ситуацию в Новосибирске, речь идет по разным данным от 30 до 60 человек, то есть примерно полсотни человек, это вот еще повторюсь, учитывая чиновников и правоохранителей. В Москве на этом не состоявшемся митинге, опять же-таки это не подтвержденная информация, но вроде бы речь шла о том, что могут появиться в районе сотни людей, то есть по крайней мере с точки зрения наблюдателя сказать, что на данный момент это в России приобрело какое-то это явление стало супермассовым и на улице выходят если не тысячи, то по крайней мере сотни людей, наверное, делать подобное утверждение было бы преждевременно. Да, Митя, кажется, очень важен контраст, учитывая, что только по официальным заявлениям российских властей собственно год назад мобилизовано было в российскую армию 300 тысяч человек. Митя, спасибо огромное, Дмитрий Кожурин следил за митингами, если их можно так назвать в России. Вот как сказал Митя в Москве в согласовании митинга жен мобилизованных, которые они собирались провести 25 ноября на театральной площади, то есть напротив Большого театра власти Москвы отказали. И интересно, что семьи россиян, воюющих в Украине, не требуют остановить войну. Они лишь требуют ограничить одним годом предельный срок нахождения мобилизованных на войне, комиссовать всех раненых, а также расширить список болезней, из-за которых нельзя призывать в армию. Родственников мобилизованных российских солдат выслушала наш корреспондент Евгения Котляр. Впервые выйти на митинг в Москве родственники мобилизованных мужчин решили с 7 ноября. Свои требования женщины озвучили на акции коммунистов. Наши ребята здесь уже ходят. Они заступаются на нашу страну уже годы. Никаких вопросов. Давайте все. Их же должны поменять. Я за. Но если нацисты в этот город побезят, тогда ни вам, ни нам, никому жизни не будет. Родственники мобилизованных объединились в телеграм-канале «Путь домой». Его участники по-разному относятся к войне. Некоторые женщины открыто критикуют решение Владимира Путина. Путин может решить вопрос мобилизованных, их демобилизацией одним розчерком пера. Это очень хороший вопрос. Почему он это до сих пор не решил? Я не буду голосовать за Владимира Владимировича Путина, потому что я считаю, что он сделал очень много неправильных решений. Мой муж, как с февраля, сидит в одном окопе, так он там и сидит. Другая часть поддерживает идею войны России против Украины. Но при этом родственники требуют вернуть домой их близких и отправить на фронт других людей. Лично я не выступаю против специальной военной операции. Я не поддерживаю идею мира с фашизмом. И я считаю, что нашей стране нужна только победа. И совершенно несправедливо, что они уже 14-й месяц выполняют задачи кадровых военных бессрочно и бессменно, словно как рабы. У телеграм-канала «Путь домой», где координируются родственники мобилизованных больше 11 тысяч подписчиков, в этой же группе опубликован манифест. Основные требования – полная демобилизация, ограничение срока службы для мобилизованных одним годом, соблюдение Конституции и прав человека. «Путь домой» подчеркивает, что родственникам безразлично, кто вернет им мужчин. В сообществе не навязывают политические взгляды или отношения к вооруженному конфликту в Украине. Дальше цитаты из манифеста. «Нас не интересует раскачивание лодки и дестабилизация политической обстановки». Еще в паблике постят мемы про бесконечное ожидание мужей с фронта, но кто их автор, неизвестно. Тексты и картинки публикуют анонимно. Кто администрирует канал, тоже неизвестно. Сеть региональных подгрупп разрослась до 30 сообществ. Типичная история одной из участниц группы «Путь домой». Мужа призвали по мобилизации 23 сентября 2022 года, а уже через неделю он оказался на войне. Сейчас военный в отпуске из-за ранения, вероятно, уже скоро ему придется вернуться на фронт. С этим категорически не согласны его близкие. «И если у нас есть регулярная армия, значит, они должны как-то справляться. Если они не справляются, зачем тогда вообще это все начиналось?» «У нас идет войны, как такового у нас нет. У нас идет СВО, да? Да, специальная военная операция. «Специальная военная операция. Должны ее вести специально обученные люди». «А главный вопрос у нас, когда вообще наши мужчины домой вернутся? И не только наш». Еще подписчики чата «Путь домой» поднимают вопросы несвоевременных выплат, исчисления сроков службы и сроки отпусков. «Мы обращались везде. В прокуратуру военную, в следственный комитет, в приемную президента, в отдел по защите прав человека. И откуда мы получали наиглупейшие просто отписки? Ну, так, ну, отвали». Впервые «Путь домой» призвал скоординировать свои силы онлайн. 25 сентября в паблике появился пост с припиской «Важно задать жару массовостью». Женщины стали писать комментарии с требованиями вернуть мобилизованных домой под видеотрансляциями глав субъектов. Скоро стало ясно брать на себя невыполнимое обещание. Губернаторы не готовы. «Вопрос, связанный с мобилизацией, это прерогатива, безусловно, министерства порога». И ни один губернатор не у власти решать эти вопросы. Поэтому честно отвечаю на себя лишнего брать не буду. Все проблемы знают». Вопросы о прошлогодних мобилизованных и их ротации по просьбам «Пути домой» стали задавать Зетвынкоры. «Когда Родина сказала «Надо», они не побежали на электросамокатах в сторону Верхнего Лареса или в Тель-Авив, встали на защиту Родины, защитили ее. Они все-таки заслужили того, чтобы понять, сколько им осталось и когда их заменят». На федеральном уровне заявление о том, что мобилизованные смогут вернуться домой только после окончания войны, сделал депутат Госдумы Андрей Картополов. Кроме этого, Зетвынкор Александр Сладков говорил, что на встрече Владимира Путина с российскими военкорами президент службе мобилизованных до окончания так называемой спецоперации. В открытой части этой встречи Путин ушел от прямого ответа на этот вопрос. «Прежде всего, мобилизованные, ротация, когда менять, когда закончится. Но я, знаете, сейчас оттолкнусь просто от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков». А поскольку, по словам Владимира Путина, закон не предусматривает конкретных сроков, к сообществу путь домой присоединяются и мужчины, которые теоретически могут быть мобилизованы и опасаются этого. связаться с руководством канала «Путь домой» «Настоящему времени» не удалось. По мнению медиа-менеджера Дмитрия Колизева, канал могут администрировать люди, знакомые с политической активностью и общественными компаниями. В группе появлялись публикации в поддержку депутата Кузнецова и экс-депутата Власова. Публичные лица «Пути домой», например, Мария Андреева, которая стала известна после митинга 7 ноября в разговоре с «Настоящим временем», рассказала, что не знает, кто занимается администрированием, но делает это не один человек. По мнению Андреевой, в реальности в группе «Путь домой» цитата «20% только родных, 80% зевак и родных, которые ждут, что за них все сделают, а им походу обломятся». Известно, что в Новосибирске и Красноярске местные власти акции родственников мобилизованных не согласовали, а следующую заявку на митинг в центре Москвы женщины подали на 25 ноября. Ну и в конце эфира поговорим о международных соревнованиях. Ну, как международных? В России спортсмены, которые отстранены от международных стартов из-за российского вторжения в Украину, в выходные состоялись первые гонки Международной лиги клубного биатлона. Гонки, соревнования с таким названием, громким названием, прошли в Ханты-Мансийске, трансляции показали на главном спортивном канале России, на Матч ТВ их комментировал сам Дмитрий Губерниев. До соревнований было объявлено, что победитель каждой гонки получит по миллиону российских рублей, это около 11 тысяч долларов. В гонках этой международной лиги биатлона приняли участие спортсмены из двух стран, России и Беларуси. От участия в этих соревнованиях отказался даже не блистающий в биатлоне Китай. В настоящем Международном союзе биатлонистов в IBU заявили, что участие в таком нелицензированном международном старте для спортсменов может повлечь последствия. К слову, весь предыдущий зимний сезон российские и белорусские биатлонисты, отстраненные от международных стартов, соревновались в так называемом Кубке Содружества. Но вот в этом сезоне в России все же решили создать другие соревнования, чтобы добавить в название слово международный. Ну а кроме биатлона в России предложили импортозаместить песенный конкурс Евровидения. То есть вместо Евровидения создать свой конкурс под названием Интервидение. Эта инициатива принадлежит министру культуры России Ольге Любимовой. А вот реализацию проекта поручили бессменному руководителю Первого канала Константину Эрнсту. Юрий Баранюк, мой коллега, по-настоящему погрузился в эту тему. Мы пока не знаем, как будет выглядеть Интервидение, но я уже сейчас могу сказать, как оно выглядело раньше. Да-да, тут вы не ослышались ничего нового. В конкурсе, который в 70-х тоже назывался Интервидение, в основном соревновались страны, как тогда говорили соцлагеря, ну и несколько кап-стран. Все это продолжалось пока Советский Союз, и следом еще несколько государств не перестали существовать. Я про Чехословакию, Польскую Народную Республику, ГДР. Но давайте обо всем по порядку. В 70-х и 80-х конкурсанты пели на разных языках. Как минимум одну исполнительницу вы узнаете и сегодня. Девушка в платье с фениксом, радужных цветов и откровенным разрезом это Алла Пугачева. Как и сейчас, в 20-м веке интервидение создали, чтобы конкурировать с более популярным западным вариантом евровидением. Главным отличием конкурсов было место. Кто бы не выиграл интервидение в следующем году, фестиваль снова проводили в польском городе СОПОТ. А теперь сравним старое интервидение и новое, создать которое с подачи министра культуры России Ольги Любимовой планирует Константин Эрнст. Директор Первого канала анонсировал, что в конкурсе дальше цитата не будет никаких политических ограничений и влияний. Пока, конечно, сложно в такое поверить, особенно с учетом того, артистов из каких государств ждут в первую очередь. Это страны БРИКС, среди которых Китай, а в списке приглашенных в БРИКС Иран и Саудовская Аравия. Уточню, кстати, что нынешняя попытка возродить интервидение в современной России не первая. С такой инициативой в 2009 году уже выступал Путин. Еще раз пытались после операции российских военных в Крыму в 2014 году, но оба раза ничем не закончились. На всем постсоветском пространстве есть только один музыкальный фестиваль, который проводят из года в год. Думаю, вы уже догадались, что это Славянский базар. В Беларуси заявляют, что у фестиваля почти два с половиной миллиона зрителей. Мы не можем проверить данные телесмотрения 2023 года, но у трансляции в YouTube только чуть больше 130 тысяч просмотров. Здесь зрителям приходится смотреть и выступление Александра Лукашенко. Славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность. Но здесь, в Витебске, из года в год мы видим, как оно становится только крепче. Российский медиа-менеджер Константин Эрнст безусловно знает толк в том, как делать и шоу, и пропаганду. Кроме того, его коллеги много лет делали суперуспешный проект «Новая волна». Сначала в Юрмале, а после 2014 года в Сочи. Получится ли у Эрнста теперь? Посмотрим. Но уже сейчас можно предположить, чем его интервидение будет отличаться от того, которое проводили в польском городе Сопот на закате Советского Союза. Сейчас на сцену точно не пустят Аллу Пугачеву из-за ее антивоенной позиции, а заодно и других артистов, которые выступили против вторжения России в Украину. Итак, это была программа «Утро» на канале «Настоящее время». Напоминаю вам, что мы открываем информационное вещание нашего канала по будням в 9 часов утра по Киеву и Риге и в 10 часов по Минску и Москве. Спасибо, что вы провели с нами минувший час. Не забывайте поставить лайк под нашими трансляциями. Если вы смотрели нас в Ютубе или в Фейсбуке, обязательно включайте нас завтра. Ну а до завтрашнего дня заходите на наш сайт currenttime.tv Там много других интересных материалов. Меня зовут Алексей Александров. На сегодня я прощаюсь с вами. Хорошего вам дня и до встречи.